16 января исполнилось 36 лет актеру театра и кино Дмитрию Шаракоису, который большинству зрителей запомнился в образе всезнайки-недотепы Бориса Левина из сериала «Интерны». 10 лет назад благодаря этому проекту он превратился в одного из самых популярных и узнаваемых молодых актеров. Казалось, его ждут блестящие перспективы в актерской профессии, но в дальнейшем он снимался немного, а в последние несколько лет и вовсе пропал с экранов. Недавно появились слухи о том, что актер переехал в Лондон, где работает на стройке. Насколько это соответствует действительности и что заставило его уйти из кино? При рождении Дмитрий получил фамилию своего отца Козлов, но когда он был еще маленьким, родители развелись. В 14 лет у него появился отчим, отношения с которым сложились более теплые, чем с родным отцом. При получении паспорта Дмитрий решил взять девичью фамилию матери, у которой были литовские корни – Шаракоис, в переводе на «широкую ногу». С юности у него было два главных увлечения – футбол и театр. И после окончания школы Дмитрий решил поступать в театральный вуз. Его приняли в Ратегитис, а после завершения учебы он начал выступать сначала на сцене Тюза, а потом театра имени Маяковского и театра на Малой Бронной. Еще в институте Шаракоис начал сниматься в кино. Его первые роли были эпизодическими. В фильме «Девятая рота» он сыграл призывника, но его имя даже не упоминалось в титрах. В больших эпизодах актер появился в сериалах «Моя прекрасная няня» и «Опера». К тому моменту, когда ему предложили съемки в интернах, в его фильмографии было уже больше 20 работ, но все они были малозаметными. Борис Левин, выпускник медицинского вуза с красным дипломом, застенчивый недотепа, обаятельный всезнайка, стал первой главной ролью Дмитрия Шаракоиса и его визитной карточкой. С первых же серий проект пользовался невероятным успехом у зрителей и принес главным героям огромную популярность. Попадание в образ было настолько точным, что актер угодил в ту же ловушку, что и многие его коллеги. Ни режиссеры, ни зрители просто не хотели видеть его в других образах. И после первых двух сезонов актер ушел из проекта. Тогда ходило много слухов о том, почему Левин вдруг исчез из сериала. Говорили, что он не нашел общего языка со звездой интернов Кристины Асмус или что его не устроил гонорар. Позже сам актер признался в том, что принял это решение по другим причинам. Он считал, что сделал максимум в этом образе и не хотел повторяться, опасаясь надолго застрять в одном амплуа. Сценаристам пришлось отправить его героя в США, якобы он получил грант на обучение с правом заниматься научной деятельностью. Такой ход выглядел логично и даже предопределил судьбу самого актера. Нужно сказать, зрителей расстроило исчезновение одного из самых популярных интернов из сериала, и они еще долго ждали его возвращения в проект. И позже Шаракоис снялся еще в одном сезоне. Но, по его словам, он согласился только для того, чтобы раздать долги, да и других интересных ролей не предлагали. После этого Шаракоис продолжал сниматься в кино. Он сыграл главную роль в фильмах «Люблю и точка» и «Если бы да кабы», снялся в эпизодах еще нескольких фильмов и сериалов. Однако таких же ярких образов, как Борис Левин, в его фильмографии уже не было. А в 2014 году на актера обрушился шквал критики после того, как он сыграл главную роль в новой версии «Кавказской пленницы». И режиссер фильма и актеры не услышали в свой адрес ни одного одобрительного отзыва. Зрители разнесли комедию в пух и прах. Некоторые кинокритики были безжалостны и писали, что после такого провала на карьере молодого актера можно поставить крест. Новых предложений ему действительно поступало все меньше. А потом его и вовсе перестали приглашать на пробы. В 2019 году актер пропал с экранов. Позже, стало известно о том, что он переехал в Лондон. Говорили, что там он поначалу работал на стройке и официантом в ресторане, где его заметили посетители из России. Поначалу они не могли поверить своим глазам. Неужели их обслуживает тот самый Бори Левин? Но у Широкоэйса была слишком узнаваемая внешность, чтобы его можно было с кем-то перепутать. Как оказалось, актер действительно переквалифицировался в официанта. Сначала он работал на стройке, но там его не устроила зарплата. Позже Широкоэйс признался, что уже давно задумывался об эмиграции. До переезда я в Англии был восемь раз. В основном ездил на футбол. Я болею за Челси. Параллельно присматривался к стране. Я люблю английский спорт. Мне нравятся местная архитектура и люди. О переезде я думал давно, еще с 2002 года. У меня второе гражданство литовское, и все мои родственники уже давно были в Англии. Мне тоже хотелось. Однако навсегда прощаться с актерской профессией Дмитрий не планировал. Он отправил свое портфолио в 95 актерских агентств, и только три из них откликнулись. На данный момент его успехи очень скромны. Он снялся в рекламном ролике и озвучил героя одного из фильмов для Netflix. Зато Широкоэйс уже числится в справочнике актеров Великобритании. В одном из интервью актер рассказал, порой бывает грустно и одиноко. Но я решился. Почему? В России не было денег. Не было работы. Я даже пытался устроиться продавцом в Apple. Не взяли и туда. Потом работал таксистом. После переезда в Лондон все равно продолжаю играть спектакли в Москве, езжу на пробы. Из Америки я бы с такой легкостью путешествовать не смог бы. Вот и сейчас я, например, в Москве прилетел на спектакль, а уже через несколько дней вернусь в ресторан, продолжу работать официантом. Конечно, сменить съемочную площадку на строительную поначалу было очень сложно. В первое время за границей на него часто накатывала тоска. Но со временем он привык и освоился. Широкоэйс мечтает о том, чтобы в Англии его тоже узнали как актера. А свою временную работу в ресторане Зазорный не считает. Что ж, с момента его переезда прошло всего три года. Удастся ли звезде интернов покорить европейский кинематограф? Время покажет. Друзья, если вам понравилось наше видео, но вы еще не подписались на нас, то подписывайтесь прямо сейчас и поставьте лайк. В следующих выпусках будет много интересного. До скорых встреч!